В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколь. В рамках круглого стола обсудить важные направления развития города собрались представители общественности, градозащитники, чиновники, деятели культуры. Приняли участие в обсуждении временно исполняющие обязанности главы региона Николай Любимов и главный редактор издательства «Эксперт» и ведущий программы «Время» Валерий Фадеев. Что не так с развитием городской среды и в каком направлении двигаться, чтобы стало так? Много вопросов, о которых можно долго говорить, они интересны. Кто-то обижается за то, что критикуют рязанские какие-то недостатки, кто-то наоборот считает, что их надо критиковать. Я согласен с теми и с другими, но если не критиковать, если не обсуждать эти недостатки, мы просто о них часто знать не будем. И исправлять их тоже будет, собственно говоря, некуда. Примеров много положительных. Взять только улицу Почтовую, ставшую центром культурной жизни, особенно в летнее время. Помните, ее проект рождался в результате личных инициатив и активного обсуждения с горожанами. Проголосовать за тот или иной облик улицы мог абсолютно каждый. Вот таким образом и должны происходить все изменения в городе. За круглым столом говорили о новых проектах, например, о реставрации и введении в эксплуатацию давно заброшенных торговых рядов и о возрождении Рязанского ВДНХ, торгового городка. О том, как центр города будет меняться дальше, тоже было сказано. Введен временный мораторий на застройку. Это политическая установка пока, но мы постараемся юридически посмотреть на, ну скажем, возможность отмены тех разрешений на строительство, которые были выданы, по нашему мнению, незаконно, либо они были выданы неправильно, без обсуждения с населением, вызывают большой негативной резонанс у населения. Судьба выживших в неравной борьбе примеров знаменитого деревянного зодчества тоже обсуждалась. Посмотрите, знаменитый иркутский проект, когда сохранили деревянные дома, но как-то их надстроили, подстроили, и там торговые улицы, и офисы. Это то, что надо тиражировать по стране, конечно. Николай Любимов, по его признанию, благодаря этому круглому столу максимально ознакомился с тем, что не так, и наверняка подобные мероприятия станут традиционными. Для того, чтобы каждый из нас мог гордиться своим городом и наслаждаться его обликом. В Рязани рушатся дома на улице Крупской, известные в народе как «Три поросенка». Разрушительное состояние дома подтвердила и районная прокуратура, а вот ремонтные работы запланированы здесь только через 10 лет. Валерий Седов прошелся по коридорам бывшего общежития и узнал, с какими проблемами сталкиваются местные жители. По пейзажу за моей спиной можно смело сказать, что я нахожусь рядом с заброшенным домом. Но нет, здесь живут люди. Это дом номер 11 по улице Крупской, и таких домов здесь несколько. Сквозные щели, падающие кирпичи, нецензурная брань на стенах. Обрушение этого дома, по словам жильцов, началось около трех лет назад. Теперь обломки кирпичей у фасада, страшно сказать, привычное дело. Трещины по всему дому тянутся от крыши и до земли. Кирпичная кладка фасада где-то уже разрушена, а в оконных рамах сквозные щели. Внутри картина не лучше. В коридорах грязь и мусор, а на полу окурки. Кухонный пол сырой. Из кранов не перестает течь вода. Грибок на стенах здесь – это уже привычное явление. Мы куда только не звонили, куда только не… Ну, никто вообще не реагирует. Вот совершенно. У нас такое впечатление, что вот вообще вот скоро рухнет у нас и потолок рухнет. Дом 11 на улице Крупской – это бывшее общежитие. Он находится между двумя точно такими же пятиэтажками. Близнецами. Или по-народному – тремя поросенками. Наравне со средним братцем рушится и 13-й дом. Кирпичи с него также падают на землю. Тому, кто боится кирпича на голову, сюда лучше не ходить. Территорию близ фасада периодически огораживают. Но ни один из домов аварийным так и не признали. Прокуратура Московского района и специалисты жилищной инспекции по обращению жильцов провели проверку. Но ответ оказался неутешительным. Ремонт крыши здесь запланирован только на 2029 год. Фасада на 2032, а фундамента и вовсе на 35-й. Позднее отремонтируют и электроснабжение. В 2041 году. Приходились префектуры у нас. Люди ходят по улицам, смотрят. И я была в шоке, когда они пришли и сказали, поменяйте, пожалуйста, вывеску. Портит вид города. Я говорю, а вы выше голову поднимите, это не портит вид города. У меня слов просто нет. В адрес государственной жилищной инспекции Рязанской области направлено письмо для составления соответствующего акта с целью проведения капитального ремонта в более ранние сроки. Еще одно обрушение, на этот раз уже потолкам, в одном из общежитий на улице Колхозная стало громким событием недели. В момент ЧП на кухне, где полностью обвалился потолок, находилась женщина, которой чудом удалось спастись. Подобная ситуация может произойти в любом из помещений этого здания, поскольку оно буквально трещит по швам. На месте событий побывала Марина Комиссарова. Сюда не упала бомба, здесь не было террористического акта. Это просто обрушился потолок. И в тот момент на кухне жительница этого дома готовила кушать. Она чудом спаслась. Вон соседка стояла около раковины, посуду мыла, а я около окна почти. Там все подметало, подметало. Она на меня начала кричать, вроде говорит, уйди оттуда, сейчас рухнет все. Подойди, что будем делать? Ты смотри, все сыпься, она вот так подошла. И вдруг как, рухнет все. Пылище, искры посыпались. Мы с ними так остолбенели, отпрянули и не знаем даже, что делать. Такого исхода жильцы ждали со дня на день. Дело в том, что обращалась непосредственно с писанными заявлениями, претензиями в ЖИУ номер один. Во-первых, в ЖИУ номер один с нами договор не заключает, тарифы завышены, информацию какую-либо не предоставляет. Технический паспорт дома не предоставляет, говорит, отсутствует. А этот документ непосредственно нужен для подачи нового заявления в Межведомственную комиссию. Обрушенный потолок – вполне логичное завершение процессов, которые происходят с домом уже много лет. Балкон давно в аварийном состоянии, выходить на него жители опасаются. Его хотели срезать, но жильцы дома против, потому что это единственный выход в случае, если потолки начнут рушиться во всех помещениях. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите, это реальный уже развал, следующий будет. Посмотрите, какие у вас есть. Посмотрите, что творится, как на вид потолок, и все это. Посмотрите, у вас такие провода. Впервые за долгое время на обращение и жалобы граждан наконец-то отреагировали. Сюда приехали представители администрации, газовики, сотрудники управляющей компании. Представившийся юристом, молодой человек пытался остановить нашу съемку и посоветовал быть поаккуратнее. А после он же попытался препятствовать комментарию начальника ЖЭУ. Сергей Юрьевич, что-нибудь скажете по ситуации в доме номер 8, которая произошла сегодня в 12 часов? Ну, о чем я могу сказать? Обрушилось. Дом аварийный. Симпи-бой везли 75%. На настоящий момент в доме отключено отопление, газ и вода. Мы будем следить за развитием событий и ждать комментариев официальных лиц. Разрушается в городе асфальт. В пятницу на перекрестке улиц Лениной и Вознесенской. На пешеходном переходе из-за подмыва грунта случился провал асфальтового покрытия. Ликвидацией последствий провала занялись работники водоканала. Участок дороги оградили соответствующими дорожными знаками. Работы по устранению ямы завершили за два часа. А более основательного подхода требует центральная улица города, Первомайский проспект. С понедельника начинается его капитальный ремонт. Продолжится он два месяца. Новый асфальт появится на участке дороги от площади Ленина до улицы Чкалова. Как сообщает сайт администрации, в ходе ремонта будет проведена масштабная замена верхнего слоя асфальтового покрытия. Работы планируют завершить до 31 июля. Кроме того, на подходах к пешеходному переходу в районе улицы Пожалостина будет уложена светящаяся тротуарная плитка. В дорожное покрытие вмонтированы светоотражающие маячки, а на самом перекрестке установлен светодиодный светофор на солнечных батареях. Работы будут вестись в вечернее и ночное время. При этом перекроют все полосы автодороги в одном направлении, а время движения троллейбусов сократят. Глобальную реконструкцию ждет и кинотеатр «Октябрь». Представители администрации города объявили о старте проекта «Октябрь. Перезагрузка». Он подразумевает корректировку направления деятельности центра, ремонт и перепланировку здания, а также благоустройство прилегающей территории. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Обшарпанные стены и старый репертуар. Кажется, что жизнь в кинотеатре «Октябрь» давно остановилась. Ее пытаются поддерживать проведением фестивалей и многочисленными кружками. Однако центр давно требует внимания, сил и денег. История места уникальна. В далекие 70-е Рязань начала активно строиться. Появился новый микрорайон – Дашково-Песочня. Однако на 20-30 тысяч населения не было предусмотрено никаких развлечений. Только жилые дома. Поэтому жители обратились с просьбой к городу создать здесь культурно-досуговый центр. «Архитекторы сделали индивидуальный проект специально для этого жилого района Большого. Учитывая его местоположение на пригорочке. Учитывая, что здесь сходились тогда две главные улицы. Это Новоселов и Советская армия». Кинотеатр «Октябрь» распахнул свои двери в 1980 году. Его название выбрали путем голосования среди местных жителей. «Этот огромный комплекс, а туда входило и кафе, и большой танцевальный зал, и комната для общения, и кинотеатр, конечно. И даже открытая веранда, где собирались даже духовые оркестры выступать. Ну, то есть такой центр протяжения всего этого жилого района». «Часто ходили и кино смотрели. Игровые автоматы здесь были. Вот этот вот фонтан работал, бассейн был наполнен, дети покупались». «Хорошее было место, хорошее. Оно одно было на всю песочню». В этом году администрация города планирует вдохнуть в центр новую жизнь. Архитекторы вместе с сотрудниками кинотеатра должны тщательно проанализировать планировку здания, чтобы грамотно использовать имеющиеся залы и подсобные помещения. Также ведется разработка концепции прилегающей территории. Проект назвали «Октябрь – перезагрузка». Однако подробности пока остаются в секрете. Местным жителям остается строить догадки и высказывать свои пожелания. А они оказались у всех одинаковыми. «Хотелось бы, конечно, чтобы был здесь у нас поблизости кинотеатр какой-нибудь. Какой-то люксорый, что-нибудь так поблизости. Потому что ездим далеко». «Ну, не современный кинотеатр. Каких много, так, в Рязани. «Чтобы показывали какие-нибудь фильмы не для всех. Фильм, который не в прокате, в широком, а специалист, который ценит кинокритики». «Хотелось бы, чтобы быть кино нормальное. Чтобы можно было к вам найти с ребенком». «Хотелось бы, микрорайон большой. И неудобно ездить куда-то в великой кинотеатр». Планы администрации города станут известны через две недели, когда архитекторы закончат изучение объекта и предложат свои варианты реконструкции здания. Испорченные газоны, заставленные детские площадки – препятствия для пешеходов. Такова удручающая картина областного центра. Парковки во дворах стали, увы, привычными. А в ситуации страдают и пешеходы, что еще хуже – дети. Анна Герцовска побывала в одном из таких дворов. Вместо смеющихся и играющих детей здесь, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского комсомола, во дворе домов можно увидеть лишь автомобили. По вечерам от нехватки парковочных мест люди приноровились ставить свои машины на газон рядом с качелями. Тропа уже, как говорится, протоптана. От газона ничего не осталось, так что у автомобилистов нет сомнений, парковаться можно. Хотя многие из них понимают, что это не единственный и тем более не лучший выход из ситуации. И если бы было достаточно мест для парковки, то на газоне парковать свои автомобили рязанцы бы не стали. Это, наверное, больше проблема к планированию городских территорий. Безусловно, парковочных мест не хватает, поэтому людям просто некуда ставить машины. Особенно в центре города, где мы сейчас находимся, поэтому и так приходится ставить. Не бросать же ее за несколько кварталов от дома. Не только увеличение количества автомобилей в городе приводит к подобной ситуации. Платные парковки и запрещающие знаки вытесняют машины во дворы домов. Днем люди приезжают на работу и не понимают, где ставить свои автомобили. Для многих из них ранее бесплатная парковка стала платной. А по вечерам происходит лишь смена местоположений автомобилей. Из одних дворов они переезжают в другие. У нас тоже, вот где я живу, на весенний тоже двор полон автомобилями. У меня ребенка сейчас 7 месяцев, как родила, наверное, начала, присматриваешься. Раньше ребенка не было, а сейчас видишь, ходишь, на детские едут. На центральных улицах города все в порядке. Создается видимость благополучного и процветающего города. Но если заглянуть во двор, где по идее должны отдыхать пенсионеры и гулять родители с детьми, можно заметить, что им приходится в суровых условиях делить территорию с машинами местных жителей и залетных гостей. Молодежь так приходит, лапки уже поломали половину. Приходит, тут пиво испевают. Тоже гоняли, бесполезно. Тут ничего не огораживают, и поэтому они думают, что это свободная зона. Вопрос по детским площадкам. В городе стоит отдельным пунктом. Многие из них сломаны, и не в каждом дворе имеются качели. Хотя детство – это лучшая пора в жизни каждого человека. И современному молодому поколению необходимо ей насладиться, не боясь задеть зеркало припаркованной машины. Во дворе Рязани не хватало еще сместить ярмарки выходного дня и киоски с газетами. Тогда на центральных улицах города будет полный порядок. А во дворах Рязанское гетто. Выход из ситуации затруднен. Чтобы обеспечить людей парковочными местами, требуется либо расширение дорог, либо появление новых парковок, в том числе многоуровневых, подземных. В результате массовой застройки в Рязани остается все меньше зеленых зон. И если в центре города скромное количество парков и скверов пока еще позволяет горожанам проводить время на природе, то у жителей военного городка выбор совсем невелик. Выкопаны ямы и столбы для забора. В единственном парке военного городка начались подготовительные работы к строительству. Судя по проводимым сейчас границам, под застройку отходит большая часть зеленой зоны. Местные жители узнали об этом несколько дней назад и сразу стали бить тревогу. Мы здесь дышим керосином. У нас постоянно полеты. Вы видите, как мы оккультурим свои дома. Как у нас красиво. И там, в этом парке, находится детский сад. И нам стадион. И нам очень жалко, если погубят все. И так все приходит, негодность. А парк очень жалко отдавать. Наше единственное богатство в городке – это наш парк. Мы его считаем реликтовым парком. Потому что вот кто сейчас присутствует, рассказывает. Я сажал это дерево. Я сажал это дерево. Это было после войны в 50-х годах. Тут были китайские военные, которые помогали сажать наш парк. И у жителей всегда уже несколько лет была мысль сделать этот парк летной славой имени Белякова. За этим парком ухаживают. Город не выделяет денег. Каждую весну вы увидите и ветки, и мусор. Это собирают наши пожилые ветераны. Вечером в среду на улицу вышли более ста человек, чтобы поставить подписи против возведения здесь многоэтажного дома. Письма написали временно исполняющим обязанности губернатора региона, фракуратуру и министерства обороны. Раньше была парковая зона. Но когда нас передали городу, почему-то здесь идет изменение всей структуры. Здесь указывает, что здесь уже не парковая зона, а как она, бесхозная зона. Жители городка также рассказали о том, что здесь старая система канализации. И новый многоэтажный дом вполне может окончательно вывести ее из строя. Уже в 90-х годах, когда был военный городок, представители водоканала говорили, что состояние водопровода и канализации в критической ситуации и не выдерживает, и не разрешали тут строить никакие дома. Вот пишет наш ветеран, что собой представляет наш канализационный коллектор. Это труба керамическая диаметром 35 сантиметров. И через эту небольшую трубу проходит все, что идет с нашего городка. Канализация у нас не справляется. Здесь она и так, здесь уже замусорена постоянно, выезжает нам водоканал. Не справляется канализация. Вода холодная, уже в домах течет тонкой струей. Люди ночью стирают машинки свои, включают стиральные. Лишь бы был бы напор. По словам жильцов, данный земельный участок администрация города сдала в аренду на срок 10 лет. Тендер на строительство выиграл неизвестный в Рязани московский застройщик. Но сам аукцион, как таковой, не состоялся. В протоколе указано, что 9 фирм-участников на него не явились. Заранее знали, что они участвуют в этом аукционе не будут. За взятку, кому непонятно, что это было, сделан откат администрации. Именно тот, кто подписал эту бумагу на строительство. Нашли девочку для битья. Это уже не раз здесь делалось в Рязани. Сейчас займется прокуратура, если этим делом. Эту девочку просто потом под шумок уволят, кто подписал эту бумагу. Я обращаюсь к администрации, к нашим властям, к областным властям. Пожалейте городок Дягилева. Остановите, пожалуйста, строительство. Сохраните его в первозданном виде. Нам не нужен подарок в виде спортивного центра. Нам не нужен региональный футбольный манеж. Нам нужна тишина. Редакция телекомпании «Город» отправила запрос в администрацию областного центра с просьбой рассказать о правомерности возведения на этой территории многоэтажного жилого дома. Мы продолжим следить за развитием событий. Рязань охватывает эпидемию фарного воровства. Только за одну ночь на этой неделе воры вытащили фары сразу с нескольких дорогих иномарок. Вот как это обычно выглядит. В бесплатной парковке подъезжает автомобиль. Ночные гости точно знают, куда идти. Разведку проводят заранее. Всего полторы минуты. И на месте фар у автомобиля черные дыры. Именно таким образом на днях в Рязани за ночь из восьми машин марки Volkswagen Touareg вытащили фары. С утра я вышла из дома и увидела, что на моей машине нет фар. Их так аккуратно вытащили, что даже не сработала сигнализация. Когда я приехала в полицию писать заявление, то выяснила, что еще с восьми машин за ночь сняли фары. Все автомобили одной марки Volkswagen Touareg. Самый настоящий рейд. Теперь придется покупать новые. По предварительным данным, кражу могли совершить жители Москвы. На данный момент идет следствие и информация уточняется. В отделы полиции Рязани поступили сообщения о хищении фар из автомобилей, припаркованных на улицах города. Четыре кражи были зафиксированы в Московском районе Рязани и одна в Октябрьском. Сотрудники полиции опросили пострадавших, установили обстоятельства хищений. Сейчас полицейские принимают все необходимые меры для раскрытия этих преступлений. Снимаются легко, стоят дорого. Дело в том, что создатели сразу нескольких немецких марок авто не особенно задумывались, с какими проблемами столкнутся владельцы автомобилей в суровой России. Это не только Volkswagen Touareg, это и некоторые модели Audi, Volvo, Porsche. Такая у них заводская технология, которая во всем мире используется и никому эти фары не нужны. Но в нашей стране, к сожалению, одна фара стоит новая 40 тысяч рублей, BU 25 примерно. Поэтому для некоторых это очень выгодный бизнес. Крепление фар у этих машин устроено таким образом, что на демонтаж уходят буквально секунды. Легко заполучив добычу, вор несет ее на разборку. На фары спрос большой, ведь они особенно уязвимы во время аварий. Для того, чтобы избежать этого, используется дополнительное устройство, которое не позволяет снять фару со своих мест. Используется либо дополнительное крепление корпуса фары, либо специальная блокировка механизма, с помощью которого она снимается. В некоторых случаях на корпусе фар размещают даже наклеечки с замочком таким, что фара защищена. Но, тем не менее, если заумышленник будет пытаться снять фару, то внешние повреждения автомобиль он все равно наверняка нанесет, но фары вряд ли ему достанутся. Кто же в ответе? ДТП вызывайте ГИБДД. Кражам звоните в полицию. Вот все, что могут ответить на парковках, платных стоянках и в гаражных кооперативах. Юристы рекомендуют оставлять письменный договор, в котором четко указана ответственность администрации стоянки. Крайне редко, но суды все-таки становятся на сторону автомобилистов и заставляют хозяина парковки раскошелиться. Но найти обезвредить получается только крупные банды, те, что угоняют автомобили. Специалисты по отдельным частям попадаются редко. Тротиловую шашку весом около 200 граммов полицейские изъяли у рязанского рыбака. В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на берегу пруда в районе улицы Новоселов заметил у мужчины опасный предмет. Я проходил мимо. У него в пакете обнаружили, потому что как я служил, и я знаю, что это такое. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники, специалист-кинолог. Полицейский задержали 39-летнего рязанца, который рыбачил на берегу пруда и кроме снастей в пакете принес, как он пояснил для рыбалки, тротиловую шашку. То есть никак вообще общаться не хотим, да? Злоумышленник ранее был судим за кражу и грабеж, и на пруд пришел в состояние алкогольного опьянения. Предмет, похожий на тротиловую шашку, изъяли для проведения экспертизы. Сейчас сотрудники полиции выясняют, откуда у рязанца опасное вещество. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Детство закончилось. Для рязанских школьников прозвенел последний звонок. Перед Успенским собором кремлям собралось 806 лучших выпускников города. Всего в этом году из 9-х и 11-х классов в области выпускаются более 13 тысяч человек. Для них лето становится временем перемены надежд. Впереди экзамены и получение профессии, а вот позади остается беззаботная жизнь. 25 мая в Рязани области традиционно звенит последний звонок. Торжественные мероприятия прошли в 298 образовательных учреждениях города и области. Тысячи выпускников нарядились в старинную форму, чтобы навсегда проститься с родной школой. Это так трогательно и так волнительно, такие моменты всегда. Очень грустно прощаться с школой. Так не хочется расставаться, честно. Почему вы скучаете? Я по учителям. Буду очень по некоторым учителям скучать. И по ребятам. По этому веселому времени, которое больше не повторится. Немножечко грустно, но с другой стороны осознаешь, что начинается новая ступень и что впереди будет еще много всего интересного и классного. И это будет здорово. Я надеюсь, что все сдадут хорошо экзамены, всем удачи. И я надеюсь, что все будут с радостью вспоминать школьное время. Ощущение, что наконец-то отмучились, потому что школьные годы были очень тяжелыми и сейчас ощущение свободы, на самом деле. Мы все волнуемся, очень волнуемся. Ну, что поделаешь, жизнь идет вперед. Что-то кончается, а что-то еще начинается. Так что, я думаю, все будет хорошо. Мы так сплотились за эти 11 лет вместе и очень не хочется отпускать. Ну, еще, конечно же, волнение перед экзаменом, потому что это очень ответственное время. Буду скучать по своим учителям, по своим друзьям. Я очень надеюсь, что мы не потеряемся, будем видеться с ними. Ну, и, конечно, наверное, будет немного грустно без таких уроков, как в школе. Торжественная обстановка и традиционные колокольчики, голуби и воздушные шары. Напутственные слова от взрослых и детей звучат в адрес выпускников. Прочувствовать момент хочется каждому, ведь такое событие в жизни бывает лишь один раз. Однако трепет и волнение в этот день посещает не только школьников, но и теперь уже бывших классных руководителей. Чувствуется, конечно, но, наверное, только в сентябре, когда я не увижу этих детишек в своей школе, тогда только действительно почувствую. А сейчас, конечно, еще до конца не осознаю, что эти дети мои, такие уже взрослые, уходят. Уже в понедельник, 29 мая, выпускникам предстоит показать свои знания при сдаче единого государственного экзамена. Первыми предметами основного этапа станут география, информатика и ЕКТ. Закончатся экзамены 1 июля. Однако сегодня у выпускников есть уважительная причина не думать об этом и от души веселиться. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте amgord62.tv. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok